Здравствуйте, мы продолжаем вебинар по бадхичаре Аватара. Спасибо всем, кто к нам присоединился. Спасибо Ольге за то, что она тоже присоединилась и переводит. В прошлый раз мы особо не приступили к тексту и на это были свои причины. Потому что я хотела следовать тому, как объяснил свое объяснение Кемпо. Кемпо Кунгапалден. Кемпо Кунгапалден. Кемпо Кунгапалден как объяснил свое объяснение Кемпо Кунгапалден. И еще некоторые моменты, которые я хотела губиться и поэтому мы не приступили к тексту. Сейчас я вам покажу английское содержание и когда Ольга начинает говорить, я покажу вам русское содержание. Собственно говоря, вот эта вот структура содержания, собственно, всей бадхичаре Аватары и мы затронули вступление. И предварительные разделы комментариев, которые практически мы все рассмотрели. То есть еще у нас осталось, каким образом ученики должны присутствовать на учении, способ объяснения и изучения, их обязательно нужно рассмотреть, но это будет случиться не сегодня, к этому мы вернемся в другой день. Сегодня я хочу рассказать о комментариях, которые существуют, названия и, будем надеяться, три первых страфы. Потому что, как вы можете видеть, первые три страфы, они немного отсюда, в этой структуре, и тогда основная вещь начинает потом. Можно действительно закончить все тролунии. И насколько вы можете видеть в структуре, что три первые страфы вынесены отдельно. Вот Арне их выделил. И, собственно говоря, поэтому мы сегодня закончим все предварительную часть. Да, как предварительные части, вступительные. Anyway, thank you so much for being here, and so let's start with a good motivation. И, спасибо большое, что вы сегодня здесь, и давайте же начнем с хорошей мотивации, зародив хорошую мотивацию. И пусть наша мотивация включает в себя всех и никого не оставляя, не исключая. Потому что это то, как жил Шантидева сам. Он не приносил пользу только нескольким существам или людям, или тем, которым ему нравились. Он приносил пользу всем существам. И после того, как он до учения на бодхичаре аватаре пяти сотням ученых, или на самом деле были студенты университета Наланда, которые на самом деле были студенты университета Наланда, которые на самом деле были ученые. Или хотели его опозорить. And, yeah, of course, he didn't only teach, he knew that his text will be, like, legendary, and that even nowadays we will speak about it, you know. And when you look, for example, on YouTube, you can find many teachings by his holiness the Dalai Lama on that text, you know, and he's giving it everywhere. И если вы посмотрите в YouTube, то вы увидите, что как много учений дает на этот текст, дает Далай Лама, он учит этому тексту практически везде. И его свидетельство постоянно повторяет, что все, что он знает о бодхичите, это все происходит из этого текста. And also, I think last time also I quoted the saying, if you don't have a good heart, then you need to practice and study buddhicharya vatara. And I think I also mentioned that there are many, many commentaries that existed in India or that exist in Tibet on this text. И кажется, я уже говорила, что существует очень много комментариев, как в Индии, так и в Тибете на этот текст. So I just want to go through them just for the completeness and that you know, you know, that it's really based in all the four different Tibetan buddhist traditions. Я хочу пройтись по ним, ну, хотя бы для полноты понимания и понять, что Сенни существует во всех четырех школах тибетского буддизма. Я надеюсь, что вы можете прочитать этот файл, который я здесь сейчас раскрыл, открыл. Он сейчас попробует его сделать немножко больше. So the first, here is a very important commentary by Prajna Karamita, who was a great Indian scholar from the 10th century. And here, this is the name of the commentary he wrote, you know, the Bhujhaya, Avatara, Panchika. And then we have, like, and this is really like a, it's not like a full commentary on everything, but mainly on the most difficult points. Я забыла, помню, что они были написаны в 10th веке, и это комментарии не на все произведения, не на весь текст, а на комментарии на особо сложные его места, моменты. This is what actually translated by the great Lutzова Марпа, you know, the teacher of Milarepa. И, собственно, это и было, они были переведены великим перевозчиком Ватсовой Марпой, учителя Milarepa. И, собственно, дальше идут тибетские комментарии, и первое стоит имя Санам Цемо. Он написал эти комментарии позже, в 12 веке, и это первый комментарий в традиции Сакья. И, как вы знаете, у нас есть сейчас его святейшество Сакья, трезин, который является 42-м патриархом. И, собственно, еще у нас есть его святейшество Сакья Трезин, который был 41-м, а вот Санам Цемо у нас был вторым патриархом в линии Сакья. То есть он является таким дедушкой в сороковой степени, прадедушкой в сороковой степени Сакья Трезина Римпачья. И вот здесь у нас есть Нью-Чу Тогмед Сангпо, из 13-14 веке. Мы его знаем как автором тоже 37 практиковых Бодхисаттва. Так же у нас есть... Простите, очень сложно. Сейчас пытаюсь Нью-Чу Тогмед Сангпо, который написал комментарии в 13-14 веке, и так же известным своим комментариями на 37 практик Бодхисаттва. И, собственно, его комментарии были основными до тех пор пока не появился Патрульум Пачесовскими комментариями. Это случилось 500 лет позже, собственно. Его комментарии называются Океан. Доброго объяснения. Доброго объяснения. Доброго объяснения. Но, к сожалению, они еще не переведены на английский. Но, к сожалению, они еще не переведены на английский. Кемпо Содага Римпачья is teaching on it sometimes. Кемпо Содага. Кемпо Содага. Кемпо Содага Римпачья иногда дает учения на эти комментарии. Кемпо Содага? Кемпо Содага? Ну. Ну, другие учения нахо, . со и то же И вот еще одно имя очень длинное, Сазан Мати Пенчен Джамьян Лодру, который был учеником, в свою очередь, Бутон Лама, и, собственно, он тоже написал комментарии. Эти комментарии были переведены на английский язык, и потрясающе опубликованы, изданы, и, собственно, можно было их купить за 100 евро, но они были даже инкрустированы золотом. И еще Цанкапа написал комментарии, но, к сожалению, они не сохранились, они больше не существуют. Но есть комментария, где Цабджи, который написал их в 14-15 веке. И он был, собственно, учеником Цанкапа и Цанкапа. И он был, собственно, учеником Цанкапа и Цандава. И, собственно, он объединяет идеи и мысли как Гилук, так и школы Сакья, и не Сакья. Его комментарии по большей степени являются основными комментариями линии школы Гилук. И затем у нас идут комментарии второго Павла Римпоче, который относится к 16 веку и который является мастером традиции Кагью. И эти комментарии тоже существуют на английском. Я получил эти комментарии... Я получил этот комментарий... Я получил этот комментарий от Павла Римпоче, объясненный от Цанкапа Римпоче. Он получил объяснение на эти комментарии Закчен по лобам Римпоче. В общем... Это в английском и это основное комментарий Каджи. Это существует в английском. На английском это является основными комментариями школы Кагью. И затем у нас идет Запатру Римпоче и позже я немножко больше расскажу о нем. И он написал очень короткие, но очень практичные комментарии, которые называются ярко светящее солнце. И последние три имени, которые в этом списке, они, собственно, и следовали его объяснениям. А вот между ними зато есть два имени. Это Туптенчуки Дракпа и Миньяк Кунсанг Сынам. Он тоже был студентом за Тру Римпоче, за Патру Римпоче. И учителем Кунгу Ламы. И Кунгу Лама был учителем Кунгу Ламы в том, что касалось Бодхичария Аватара. Он преподавал Бодхичария Аватару его святейшество Кунгу Ламе. И его комментарии на девятую главу также были переведены группой переводов Патмакара. И затем у нас идут три Нигмаркинских Кемпо. Первый был Миньпам Римпоче, затем Кемпо Кунсанг Палден и Кемпо Шенга. И они являются... Кемпо Линии Нигма и все они последователи комментарии о Тру Римпоче. Кемпо Шенга также использует индийский комментарий. Кемпо Шенга также использует индийский комментарий. И они все в английском. Особенно Нигма Мримпоче 9-й главе. Комментарий к 9-й главе. Который называется Сокровище Киртака. И еще такое примечание, что Кемпо Кунсанг Палден был учителем Ватхичарии Аватары Кунгу Ламы. Который в свою очередь был учителем Ватхичарии Аватары Его Святейшества. Собственно, вот еще есть такая связь с Его Святейшеством Далай-Ламой. Я стараюсь использовать все переведенные на английский комментарии и конечно же комментарии ныне живущих учителей и конечно же особенность комментарии от Кзансара Кянсурим Пачен. И с того, что он очень часто обращается к комментариям Мипама Римпаче и Кемпа Кунзанг Палдена Римпаче, что они являются своего рода источником, изначальным источником, поэтому здесь я привожу структуру содержания Кемпа Кунзанг Палдена. И когда мы смотрим на Патру Римпаче, мы его знаем из многих различных источников, и также есть биография на него, этот ваггар-банк. И если мы обратимся к Патру Римпаче, который известен по многим различным причинам, вот недавно вышла его биография, которая называется Просветленный источник. Или бродяга даже можно перевести. Он был действительно как бы как бы задавал ищущий йоги, абсолютно низкий, без обязанностей, без имени. Он был на самом настоящем странствующем йоге, который не имел никаких... То есть не обладал никакой собственностью, ничего у него не было. И некоторые даже считают, что он был собственно реинкарнацией Шантидевы. Что на самом деле имеет смысл, потому что Бодхичарь Аватара была его жизненным источником, была его ежедневной практикой. Мы тоже можем это делать, мы можем читать те строфы, которые нас вдохновляют, и размышлять о них целый день. И к тому же он еще постоянно давал учения на Бодхичарь Аватару, и как только он заканчивал учения на десятую главу, он тут же начинал с начала и с первой главы. И очень часто его спрашивали, как мы можем приносить пользу живым существам. И как правило люди отвечали, давайте построим больницу или построим монастырь. Патру Римбачи же отвечал, что просто проведите 50 раз учения на Бодхичарь Аватару, или пройдите или уйдите в трехлетний ретрип по изучению Бодхичарь Аватара. Однажды Мипам Римбачи присутствовал на учениях, когда Патру Римбачи учил в течение пяти дней только лишь девятую главу. Мипам Римбачи был только 32 года, и он тогда написал свои комментарии на девятую главу, основываясь на тех пятидневных учениях, которые дал Патру Римбачи. Да, и это стало очень известным, но это также создало много debate с гелуками, потому что некоторые дебаты между гелуком и гелуком. Это было, это сделало эти комментарии очень знаменитыми, но вызвало некоторые дебаты между школой гелуком и школой нигмом, потому что восприятие девятой главы о мудрости у этих школы несколько разное. Есть различия восприятия. И затем у нас есть Кемпо Кунзанг Палден, который по 20 раз получил учения над Бодхичарью Аватару у Патру Римбачи, и поэтому ему не оставалось выхода, как написать комментарий. То есть ему пришлось написать комментарий на Бодхичарью Аватару, который тоже сейчас существует. И Дон Саркенцер Римбачи говорит о том, что это та книга, которую мы должны иметь и должны читать. И нам необходимо размышлять о них, и мы должны исследовать. Это написано на задней странице, на задней обложке этой книги. И, собственно, Римбачи, Дон Саркенцер Римбачи следует его комментариям, как основным комментариям. И я, конечно же, тоже буду их использовать, использовать его структуру, его содержание и сами комментарии. То есть вот это была историческая часть на сегодня. На этом она закончилась. Но, как мы знаем, Бодхичарья Аватара главным предметом является Бодхичита. И Бодхичита – это как нежная смелость, как просветленный ум. И мы надеемся, мы хотим быть, мы стремляемся стать тем человеком, который обладает ей. И те, кто обладает Бодхичитой, зовутся Бодхисаттвами. И если мы можем определить Бодхичитую, как желание освободить, просветлить всех живых существ, или привести к просветлению всех живых существ, то мы понимаем, что Бодхичитта – это невосходность. И когда мы видим, какие обычные умы, какое наше обычное сознание, то, с чем мы обладаем, то мы понимаем, что Бодхичитта – это невосходность. Невосходное сознание. И что касается той части Бодхичитты, которая связана со страданием, то здесь мы желаем просветления всем живым существам, что нет более смелого проявления, нет более высокой цели. И в эту цель включены все и всякие, а не только те, которые наши возлюбленные, или наши соседи, кто рядом с нами. И, собственно говоря, когда мы говорим о устранении страдания, мы имеем в виду под страданием все возможные страдания, а не только проблемы, например, со здоровьем, как запор или недостаток носков, например. И, собственно говоря, если говорить о времени, протяженности этой цели, то есть мы говорим о что всегда, как в случае с носками, например, потому что он часто приводит пример, что в его жизни носки длястся, ну, может быть, максимум год. Вот если говорить о Бодхичити, то это что-то, что мы зарождаем навсегда. И если говорить о той части подхичиты, которая связана с мудростью, то это тоже все очень глубокий подход, намного глубже, чем наш обычный ум может себе помыслить. И, собственно, этому посвящена девятая глава. И, конечно же, в своих действиях бодхисаттвы тоже очень необычны. Они в своих, они или он, или она могут проявляться очень смело, очень неистово. Сейчас мы займемся, перейдем к названию, но в то же время я прошу вас, если есть какие-то вопросы, или замечания, или какая-то критика, пожалуйста, пишите. Вы можете, собственно, писать по-русски, по-испански, по-английски или по-немецки. И все другие языки, которые переводчик говорит, но он о них просто не знает о моих тайных знаниях. Если у вас нет никаких вопросов по структуре, то мы, собственно, переходим к названию этого текста. Я думаю, это может быть название. Да. То есть сам заголовок, как у нас написано в русском переводе этой структуры. Как вы знаете, на санскрите название звучит как бодхичария сатва аватара. Вот еще одна хорошая цитата Далава Ламы. И если бы у меня, если у меня и есть какое-то понимание сосрадания и практики бодхисаттвы, следование пути бодхисаттвы, то это полностью основано на тексте, который здесь у меня в руках, скажем так. То есть здесь есть несколько слов, или четыре. То есть составных частей слов. То есть тут есть бодхисаттва, чарья, аватара. У нас, значит, есть бодхип, что по-тибетски звучит как джангчуп. Что кратко можно перевести как просветленное просветление. Потом у нас есть сатва. Потом у нас есть сатва. Потом у нас есть сатва. Часто люди думают, что па в данном случае это как бы частица, которая превращает слово в некого деятеля, то есть в тибетском языке. То есть в данном случае, ну, собственно, да. То есть это как смысловая, некий смысловой суффикс. То есть на санскрите это будет как некий человек, то есть тот, кто делает, деятель, человек. Будет сатва. Но на самом деле на санскрите звучит как сатван. И это паво в тибетском. Это как сем, для mind, и потом у нас есть паво для hero. Хотя на самом деле на тибетском это означает паво, и поэтому у нас есть сем, то что переводится как ум, и паво как герой. Так что паво переводится как герой, так что поэтому очень много храбрости и бесстрашия присутствует в бодхисатве, то есть качество бодхисатвы. Вот тут написано в Вайли, ну, транслитерации Вайли, тибетские, тибетская транслитерация Вайли, но немножко трудно будет прочитать, возможно, для многих, поэтому вот он сейчас пишет более упрощенную транслитерацию. Это джангчуп, семпа, четпа, ладжукпа. Да, это тибетский. Итак, джангчуп это то, что означает произведение семпа, это вот паво происходит от паво, то что происходит от паво. Что говорит о героическом, о героическом, о героической части этого слова. И мы еще к этому вернемся к тому, какого рода бесстрашия, какого рода бесстрашием обладает бодхисатва. Но это действительно означает быть воином, что ты бесстрашен, ты храбр, ты сражаешься, и ты действительно настроен на победу, исключительно на победу. Но, как сказал 13-го лама, мы не сражаемся ни с какими внешними врагами, мы сражаемся с исключительными внутренними врагами. Которым являются наши отрицательные эмоции, наш двойственный ум и наше омрачение. И тогда, на следующий момент, мы имеем бодхисатва, и теперь чарья. И чарья, мы знаем из других текстов, как Мадьямика Аватара. И чарья нам известна из классов по тантре. Чарья означает действие, активность, поведение. И вот у нас дальше идет Аватара, которая, как я уже говорил, была у нас Мадьямика Аватара, и это означает вход, введение. Как мы вступаем во что-то, вступление. Если бы мы перевели его с конца, то можно было назвать это как вступая в поведение бодхисатвы. Собственно, путь, в данном случае, имеется в виду стиль, манеру, способ поведения бодхисатвы. Приступая, принимая на себя, принимая поведение, принимая образ бодхисатвы, скажем так, можно было сейчас попытаться еще по-русски это сформулировать. То есть, если бы мы могли сказать, что у Ольги есть особая манера, определенная манера говорения. То есть, в этом случае мы используем английское слово way, путь. То есть, у меня есть свой способ, свой путь. Или, например, у Нади есть свой способ воспитывать своих детей. И вот здесь мы хотим узнать, как же бодхисатва, какой же способ бодхисатвы воспитывать детей, играть музыку, говорить с людьми. И вот, что здесь имеется в виду, что мы вступаем на этот путь бодхисатвы. То есть, мы принимаем тот способ, которым существует бодхисатва. И если мы посмотрим на первое слово здесь, которое по-тебески звучит как джанг-чуп, на санскрите бодхи. То первое, что означает чистый, и чуп это совершенный, реализованный. Which is, of course, the state of body, you know, the awakened state. Которым является, собственно, это состояние, это пробужденное состояние, состояние бодхи. И, собственно, состояние, просветленное, пробужденное состояние, оно чисто от любых омрачений. И, собственно, его мудрость в данном случае, она абсолютно и совершенна. И, собственно, состояние бодхи, это все, что могло быть очищено, оно чисто, все загрязнения устранены, удалены. И все, что могло быть окончено, совершено, оно совершенно и окончено, реализовано. И вот, что значит бодхи, и, конечно же, мы все можем это сделать. И, собственно, какие бы у нас не были омрачения, загрязнения ума, то есть мы можем устранять их, уменьшать их, и уменьшать их, уменьшать их, пока они в итоге не полностью не исчезнут. И, собственно, тоже самое о качествах. То есть в школе Гилук бы сказали, вы развиваете качества, в школе Беннигма сказали, вы проявляете качества. Но в данном случае мы говорим, что все качества представлены полностью в пробужденном состоянии бодхи. И вот следующая часть, которая на санскриче звучит как сатван или сэмпа на тибетском. И оно означает герой или героиня. И, собственно говоря, в контексте Махаяна Судра Аланкара в Махаянской школе, написанной Матреей, собственно говоря, в этом контексте Саркенцы добавил качество бесстрашие. Что бодхисатва является настолько бесстрашным, настолько смелым, решительным существом, что у него есть эта смелость помочь всем живым существам особо достичь освобождения. И он настолько решительный и абсолютно не боится всех тех страданий и боли, которые встретятся ему на пути. Собственно, последователи Махаяны считают, что, в свою очередь, последователи Шравакаяна, колесницы, и Шраваков, не способны, как бы, иметь дело со всем тем страданием, потому что их бесстрашие, они достаточно зрело. Но Римпача часто использует такое выражение, как Махаянский шовинизм, и, собственно, поэтому, может быть, это отношение к следователям Махаяна не совсем верное, не совсем правильное. И еще в чем проявляется эта бесстрашие, это то, что мы не боимся иметь врагов рядом с собой или каких-то плохих людей, которые окружают нас. Иногда мы можем проявить такую слабину в сердце или, как сказать, омрачиться, когда вокруг нас есть некие плохие люди, скажем так, и которые пытаются использовать нас, да, то есть, которые причиняют нам... и, как бы, ну, в общем, да, используют нас. И я помню, как Данцар Кенцаримпаджи пытался определить, что же значит недобродетельный друг. Это было в Бодгайе, я думаю, два года назад, или четыре года, может быть, два. И он также учил на сутра Майтрея. И, собственно говоря, это было два года назад в Бодгайе, и он учил на сутру Майтрея. И он определил плохие друзья, или нон-виртуальные друзья, как кто-то с маленькой vision. И он определил этих самых недобродетельных друзей, или плохих друзей, как кого-то, кто обладает очень узким видением. И, собственно говоря, это касается, вот если там, вспомните, когда я говорил о запоре, или... недостатке носков, то как раз это вот относится к этим моментам, что Бодхисатва как раз не ограничен ничем. То есть он заботится о всех живых существах и о том, чтобы устранить страдания всех живых существ во все времена. И, собственно говоря, эгоизм это и есть то самое узкое видение, восприятие. Альтруизм это есть как раз широкое, большое восприятие, большое воззрение. И, собственно говоря, что такое эгоизм? Это когда я хочу счастье сейчас. И в данном случае это очень маленькое, очень краткосрочное... И, как я говорил, Бодхисатвы, они включают всех живых существ в свою мотивацию. Ещё два вида бесстрашия, которые мы обладают, это самый сатван или сэмпа. И как бы воспринимать глубокую, не бояться, то есть увидеть глубокую правду о страхе самом. Что такое, не бояться страха, не бояться предстать перед страхом, перед его глубиной, насколько на самом деле он глубок. Возможно, вы слышали эти истории о том, как последователи Шравакаяны получали сердечный приступ, случался с ними, когда они слышали учения о пустоте, что они не могли воспринять такую глубокую истину. Истину, такую глубокую истину. И, собственно, учения Будды абсолютно истинные, подобные рык у льва, тому, как лев рычит, так они звучат. И, собственно, они звучат устрашающие для всех тех существ, которые не являются львами, и иногда даже они причиняют физическую боль. И, собственно, поэтому, возможно, другие школы, они отворачиваются от всей правды, они видят только часть ее и практикуют только часть ее. И, собственно, поэтому они это приводит к тому, что они верят в Атом или в Бога или в Атмана. Но в Бодхисатве заключается в том, что он полностью открыт к тотальной и полной истине, правде. И самое страшное в этой правде, что она существует без ориентиров, без точек, без привязок. Здесь не за что цепляться, здесь не за что зацепиться уму. И при этом Бодхисатвы абсолютно как последних качеств бесстрашие. Это в том, что они абсолютно не боятся вести себя, скажем так, неистово и яростно даже. И, собственно, это все, если смотреть на это с точки зрения Тантра-Яны. Если у вас такие неистовые и решительные действия, которые проявляет Бодхисатва, то в Тантра-Яне это связано как раз имеет отношение к безумной мудрости. Что вы можете вести себя очень сострадательно и недвойственно, но при этом абсолютно не в традиционном общепринятом манере поведения. И, собственно, иногда это политически некорректно и абсолютно идет в разрез ожиданиям людей, и даже люди могут вызвать гнев людской. Хорошо, я думаю, что вы можете помочь, потому что сейчас вы объяснили половину, и тогда Лиза-Янгеряя. Спасибо, Лиза-Янгеряя. Мы продолжаем разбирать название, и у нас остается Чарья Аватара, что по-депенски звучит как Чопала Джукпа. И Чарья это Чопа, и это обозначает поведение. И в отношении пути поведения бодхисатвы это шесть совершенств или еще известных как шесть параметр. И так как мы все большую часть времени пребываем в состоянии нужды, то, конечно же, первой из параметр является параметра даяния и ее аспект параметра, который еще приводит как параметра щедрости. И мы любим вести себя очень странным образом, всячески нарушать дисциплину, и для этого нам нужна вторая параметра, параметра нравственного поведения. И так как у нас есть невероятная привязанность, мы испытываем огромное наслаждение от пребывания, от того, чтобы злиться на кого-то, и мы считаем, что у нас есть все основания негодовать и ненавидеть кого-то. В силу этого нам всем необходимо совершенствовать параметы терпения. И так как мы все обожаем льиться и откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, то всем нам необходима четвертая параметра, которая называется совершенство, совершенное усердие или энтузиазм. И мы все очень любим всевозможные отвлечения и как-то развлекать себя всевозможными способами. Поэтому, конечно, нам необходимо и нам прописывают совершенство сосредоточения, медитации. И Кенсирин Пачей не раз говорил, что каким-то странным образом мы на самом деле где-то в глубине души очень любим быть контролируемыми и зависеть от кого-либо или чего-либо. Мы любим отдавать контроль. И в каком-то смысле нам нравится этот аспект. Мазохизм, который присутствует в зависимости и когда нас контролирует кто-то или что-то другое. И поэтому нам нужна пятая параметра, медитация, созерцание. И номер 6, мы хотим иметь плохие виды, дочи виды, и поэтому мы нужны номер 6, wisdom. И всем нам присуще время от времени симпатии каким-то странным взглядом, воззрением. И мнением, и поэтому нам просто не обойтись без параметры совершенства мудрости. И для того, чтобы избавиться от неверных воззрений нам необходимо бесстрашие увидеть и столкнуться лицом к лицу с мудростью. Итак, мы разобрали часть названия чарья, которая связана с поведением, действием, поступками нашими, под которыми, под которыми, под которыми понимаются главным образом 6 параметр, 6 совершенств. А сейчас мы приступим к рассмотрению слова, части аватара на санскрите, которая по-тибетски звучит как джукпа и обозначает вхождение, вступление. И еще раз прорекламирую вам в качестве рекламы напомню о том, что аватара, например, также используется и в других текстах, таких как мадьямак аватара. И реклама заключается в том, что джунгсер Кенцеримбача попросил одного из своих кемпо приехать в октябре в Москву и дать учение по тексту мадьяма-каватара или вхождение в путь срединности, в срединный путь. Случаи, если вас заинтересовала моя реклама, это будет кемпо-черим-дорджи из института джунгсер. И в Москве эти учения продлятся с 18 по 26 октября, и кемпо будет учить и разбирать текст мадьяма-каватара, текст по мадьямаке, философии мадьямаке. На этом с рекламой закончили на сегодня. Аватара означает ознакомление, знакомство, освоение. И с чем же мы тут осваиваемся или знакомимся? Мы знакомимся с образом поведения бодхисаттвы. Но также у этого ознакомления есть определенные характеристики. Оно идеальное и, скажем так, ориентировано на читателя. И безошибочно. И вот такое у нас название. И можно задаться вопросом, а зачем нам собственное название вообще? И главным образом, конечно, для того, чтобы нам как-то иметь возможность определить, идентифицировать этот текст и найти его среди других книг стоящих на полке. Но если нам присущи более развитые и глубокие способности, то вот для таких существ, такие существа способны... по одному названию понять весь текст и всю его сущность, всю суть, заложенную в тексте. И поэтому, конечно, названия не выбираются каким-то случайным образом и они не могут уводить нас в ложном направлении. Например, как с названиями кинофильмов «Жизнь Брайана» или «Я шмались любви» мы примерно понимаем о чем эти фильмы. И если в случае, если у нас очень хорошо, то есть самый высокий уровень развития способностей, то есть самый высокий уровень развития способностей, то по одному названию существо с полностью развития способностей способна полностью понять текст, то есть все во всех подробностях и деталях. Если же у нас средние способности, то существо со способностями среднего масштаба поймет главную суть, главную сущность этого текста. Ну а если, конечно, мы говорим о существе с наименее развитыми способностями, то в данном случае название просто поможет определить этот текст, и иметь общее такое приблизительное примерное представление о тексте и о чем он. И, например, библиотекарь, если мы придем в библиотеку, может помочь нам найти книгу, еще более лучший библиотекарь может рассказать нам о главных моментах, о сути данного сочинения и текста данной книги. И уж совсем прекрасный и замечательный библиотекарь сможет нам в деталях представить содержание книги. И если вы в чем-то похожее на меня, я страстный любитель изучать буддийские тексты. So when I have a transcript or something, then it's nice to make paragraphs, you know, cut the transcript, and then insert some titles here and there, you know, and then it's really nice at least to have, not only have a title that identifies what is happening in this paragraph, but at least have like the essence of the whole paragraph in the small title, you know. И вот вам от меня совет, что я делаю и как я обычно работаю с текстами. Каждый абзац обычно я надписываю и подписываю в нескольких словах или, может быть, в предложении. И главное, о чем говорится в этом абзаце, и это мне помогает структурировать и в нескольких словах запомнить о сути обсуждаемой и представляемой информации в данном абзаце. И помогает структурам. Девчонки, который мне ha 삼кнула? 10 sentences, you know, in a big transcript, if you have 10 sentences, then sort of you create the root verse as the title, what he is sort of explaining, you know, you bring it back from the commentary to the root verse, and this is then the title, you know, which is the essence of the whole paragraph. For me, this really helps to study and to contemplate. И таким образом, когда у вас какие-то очень объемные тексты, вы... у вас получается такая вот структура и какой-то аналог коренных строф, которая вам помогает запомнить и иметь полное представление о всем обширном тексте, который вам предстоит объяснить, изучить, но в данном случае вы четко представляете и можете удерживать структуру и примерное приблизительное представление о чем говорится в каждом из параграфов, в каждом из обстосов. тексте это последний текст это но это тоже хорошо если вы прочитываете текстуру и только читаете свои тексты, в международе, то это как contemplative медитация, то очень легко вы можете И если вы пройдетесь через все ваши пометки, то сможете получить представление о том, что изложено в данном тексте. Но, конечно, вы можете это делать на русском языке, я делаю это на английском, но зачем же тибетцы это делают в своих текстах? И главный вопрос, почему тибетцы оставили название на санскрите? И вот почему. И так как считается, что учение Будды, Дхарма Будды пришло из Индии. Местом его рождения является Индия, то название на одном из языков Индии, в данном случае на санскрите, подтверждает аутентичность излагаемого в тексте учения. Конечно, это такое спорное утверждение, но есть мнение, что Будды, все Будды дают учения на санскрите. И считается, что название на санскрите, через название на санскрите, передается благословение. И посредством кармической связи, которую мы устанавливаем через название на санскрите, через кармическую связь с санскритом, мы закладываем отпечатки и семена для зерна, которые прорастут в будущих жизнях и обусловят нашу встречу с будущим Буддой, с Буддой будущего Майтреи. И еще одну причину, которую можно привести здесь, это... Важность того, чтобы все помнили о той огромной работе, проделанной переводчиками, и не только переводчиками, а всеми и всем, что было затрачено для того, чтобы перевести буддийский канон. Вы только представьте себе, если бы в мире не было переводчиков, и, например, все бы тексты остались исключительны на санскрите, как бы мы могли с ними ознакомиться. Но там были большие переводчики, как Вайруцана и Марпа и так далее, и тогда это было приводено в Тибетский, которое было гораздо легче, но это все равно слишком тяжело для нас, для меня, по крайней мере. И давайте вспомним из многочисленных великих переводчиков, таких переводчиков, как Вайручана, Марпа. И со временем учение пришло в Тибет, и было переведено на тибетский язык санскрита, что, конечно, не облегчает нам задачу ознакомления с этими текстами, так как тибетский вроде как считается более простым по сравнению с санскритым языком, но, как по мне, то не такой уж он и легкий, и для меня представляет определенную сложность. Но в любом случае, мы большие счастливчики, потому что мы живем в такие времена, когда у нас есть и нам доступны, нас обучают такое большое количество римпачей, кимпо, туку, лам, очень многое, достаточное количество западных людей понимают, читают и переводят с тибетского языка на языки, которые мы понимаем, на наши родные языки и делают доступными для нас учения буты, тхармбуты. И поэтому существует такая традиция оставлять название текста, всегда оставлять название текста на санскрите, то есть то же самое вы найдете, если решите почитать сутру сердца пражны парамиты. Название всегда сохраняется на санскрите. Да, 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 да. И один из участников пишет, что некоторые исследователи утверждают, что Будда учил не на санскрите, а на прокрите. На что Арне отвечает, что ему известна такая информация, и насколько он знает, и если он не ошибается, то прокрит – это тоже один из языков Индии. А он представил информацию, которую, в свою очередь, с ним поделились его учителя, и он просто повторил ее сейчас. И, конечно, во времена Будда учения не записывались, и даже еще некоторое время после его пари нирваны учения записывались, но со временем Анандзе, так сказать, одному из ближайших учеников Будды пришлось провести апгрейд своих способностей, так как ему было поручено запоминать все учения, которые давал Пробужденный, и затем именно на его плечи легла ответственность по проверке и составлению, и постепенному формированию и записыванию канонного учения Будды. Okay, and then let's start a little bit with the text. As I mentioned before, it has – the whole Bodhisattva path is in 10 chapters explained here, and actually the first three verses are still not really the main text, so let's just start with the beginning here. И давайте приступим сейчас к тексту. Первые три строфы, в принципе, это еще не сам текст. So the first – I mean, let's forget about the title here of this chapter, because actually the first three verses are not really the first chapter yet. So – but first is here the homage, and this homage is by the translator of the text, and the homage says, homage to all Buddhas and Bodhisattvas. Давайте, пока не будем обращать внимание на название данной главы, а с чего начинается текст? Собственно, текст начинается с выражения почтения. Переводчик выражает почтение Буддам и Патхисаттвам. И это один из моментов, такой исторический известный момент, во время перевода, во время перевода буддийского канона санскрита на тибетский, тибетский король Три Ралпачен приказал, отдал такое поручение всем переводчикам, вот добавлять эту строку, эту строку выражения почтения всем Буддам и Батхисаттвам. Потому что, когда, когда предыдущие кинул, это было как кинь Сангценгампо и кинь Чисунгдетсен, то есть, как кинь Сангценгампо, кинь Чисунгдетсен, то есть, как переводчики, которые вставляли, в основном, на тибетском царе Три Ралпачен, во время таких царей, как Трисунгдетсен, и, в лучшем случае, переводчики выражали почтение Едану. Кинь Чисунгдетсен, и Кинь Чисунгдетсен, и Кинь Чисунгдетсен, и Кинь Чисунгдетсен, который был кинь, который приводит Гуо Ралпача и Кемпо Шантаракшита into the Tibet, to really establish Buddha Dharma. Міні Чисунгдетсен... Царь Три Ралпачен приходился внукам, царю Трисону Децену, который пригласил Шантаракшиту в Тибет и мастера Падмасамбаву, благодаря которому, благодаря царю Трисону Децену, учение Будды, Дхарма Будды, пришло и стало распространяться и было укоренено в Тибете. И вот относительно таких нововведений, касающихся перевода буддийских текстов времен Царя Три Ралпачена, можно говорить о том, что он просил использовать более разговорный язык и стиль выражения, для того, чтобы тексты были более доступными пониманию читателей, а также ввел данное выражение почтения, которое отныне должно было присутствовать во всех переводных текстах буддийского канона. Он просто хотел, чтобы для практикующих учения Будды все было легче, облегчить. И таким образом, еще скажу о том, что король-царь Три Ралпачена по времени это делал, 9 век, и предложение данным выражением почтения, данное выражение почтения должно было указывать на то, какой корзине учений принадлежит данный текст. И как всем должно быть известно, у нас есть 84 тысячи учений, и 21 тысяча учений посвящена Винае, 21 тысяча учений посвящена Сутрам, 21 тысяча учений посвящена Абхидхармии, и 21 тысяча учений посвящена Ваджаяне. И о Ваджаяне мы говорить здесь не будем, например, первая корзина, это корзина текстов, относящихся, имеющих дело, рассматривающих Винае, и Винае это нравственность, поведение. И когда мы говорим о нравственности, поведении, и, конечно же, мы говорим и о карме, и в текстах, которые относятся к этому разделу, выражение почтения выражается Будде, так как именно Будда финализировал, окончательно оформил кодекс монашеского поведения и обетов для отрекшихся от мирской жизни монахов. И он главным образом составил и является автором обетов и правил поведения, которым следуют его последователи и ученики. И причиной этому, конечно, является то, что пробуждённый Будда, пробуждённому полностью известен и понятен закон причины и следствия. Для него карма прозрачна, для него механизм действия закона кармы ясен и очевиден, в то время как, конечно, для других живых существ это не так, и нам достаточно сложно разобраться и принять закон причины и следствия. В лучшем случае мы можем оперировать достоверным познанием, например, то есть мы можем ясно видеть на горе костёр и видеть дым, или же видеть только дым, но не видеть самого костра, не видеть огонь, но с помощью логики установить, что, ну, раз на горе виден дым, то уж там точно должен быть костёр. И вот похожим образом мы разбираемся, мы, существа обычные, разбираемся с законом кармы, в то время как к пробуждённому существу всё ясно и понятно и прозрачно в том, как действует карма. И такое существо может устанавливать обеты и правила и для других живых существ, чтобы привести их к пробуждению и помочь. Yeah, so we can't see that karma directly, but Buddha can. So that's why we pay homage to the Buddha. И поэтому мы выражаем почтение Будде, так как Будда может видеть механизмы, которым оперирует процесс механику действия законопричин и следствия, механику кармы, а мы, простые мрачомные существа, не можем этого видеть, нам неясно. И поэтому мы выражаем почтение. И именно Будда создал все правила Винаи, и хотя в его планы изначально не входило создание такого обширного свода правил поведения, но постоянно кто-то где-то там один, другой, третий, четвёртый последователь, монах, допускал какие-то погрешности и ошибки, и таким образом пропуждённому Будде приходилось давать советы относительно поведения, надлежащего поведения, и таким образом оформились все эти правила, и на сегодняшний момент, и к нашему времени, их насобиралось вот столько, сколько насобиралось. Мы разобрались с корзиной или питакой Винаи, которая говорила о дисциплине, нравственности и карме, нравственном поведении, а теперь переходим к сутре. И не путайте вот это вот разделение на корзину сутр вообще, ну, как бы со всеми учениями, которые называются сутрами, тоже, которые давал Будда, под вот корзиной сутр в данном случае понимаются учения Будды, которые касаются тренировки ума, медитации или созерцания, и работы с нашим намерением и мотивацией. И в данном случае текст, принадлежащий к корзине сутр начинается с выражения почтения всем Буддам и Бодхисаттвам, и наш текст именно таким выражением почтения и открываясь, что говорит о его принадлежности к корзине в Питаке сутр. Also in the Uttaratantra-шастра by Maitreya, the same homage is paid. И в начале такого текста, как Uttaratantra-шастра Майтрии, тоже можно найти такое же выражение почтения всем Буддам и Бодхисаттвам. And the reason why to the Buddhas and Bodhisattvas, because in those teachings, first reason is, in those teachings, Buddha and Bodhisattvas, they have discussions, and second reason is, these teachings are about motivating the Bodhisattvas. And why, собственно, в Буддам и Бодхисаттвам? Во-первых, потому что в данных учениях Будда и Бодхисаттвы обычно обсуждают что-то, между ними разворачивается обсуждение, диалог. Во-вторых, данные учения являются мотивирующими для Бодхисаттв, они мотивируют Бодхисаттв. And then, the last Pitaka, the last basket is the Abhidharma Pitaka, and there we pay homage to Manyushri, because we need the wisdom to understand these things. И последняя Pitaka, последняя корзина, это корзина Абхидхармы, и в текстах, которые относятся к данной корзине, почтение выражается Manjushri, так как нам необходима мудрость для понимания всего того, о чем говорится в учениях раздела Абхидхармы. И все, что обсуждается в Абхидхарме, оно более сложное и не такое простое для нашего понимания. Это космология, в них обсуждаются сканхи, темы эмоций, многообразия, эмоций, метафизика, психология, все элементы поля восприятия, чувства, как я уже говорила, космология и астрология, в том числе. И все это, конечно, сложная тема, и для их освоения нам, в первую очередь, необходимо мудрость, и поэтому мы выражаем почтение Manjushri. В тексте Мадхиамака Аватары также выражается почтение Manjushri. Не уверен, смогу ли я его найти, но оно должно там быть. И также в четырехтысячной, в четырехстах строфах Ария-Девы также выражается почтение Мадхиамака. И это замечательный текст для тех, кто хочет изучать относительную и абсолютную истину вместе. Одновременно. Но также, как я сказал, Мадхиамака Аватара, и я уверен, что вы имеете в этом книге, я слышал, что это тоже переводится в русском, этот комментарий по Цунг-Цак-Хин-Циринбучу. Это действительно верно, и, как я сказал, Кэмпул И еще немного рекламы. Книга Мадхиамака Аватара с комментарием Дзинсара Кимсаринбуча, насколько мне известно, была переведена на русский язык, и она доступна на русском языке. И вы можете ознакомиться с переводом учений о Римпаче и его комментарием на текст Мадхиама Каватары «Учение по Мадхиамаке». И в октябре в Москву приедет Кимпо, который также будет давать учения на основе данного текста и данной книги. То есть по мотивам комментарием Дзинсара Кимсы Римпаче на текст Шандракир Тимотхиама Каватара. И я думаю, что время уже закончена. И я действительно не уверен, что это просто так долго, знаете, с переводом. Я не знаю, если мы продолжим с этой речью, это может быть несколько лет, что это нормально с мной. Ну вот и подошло наше время к концу. И я даже не заметила, как ушло время. и я немножко обескуражен. Потому что думаю, раз столько времени много уходит на перевод, то у нас может идти очень много времени на то, чтобы пройти весь текст. И я все еще продолжаю думать, каким способом, как лучше вести этот курс и давать вам информацию по данным учениям, разбирать подробно и обсуждать каждую страфу, или же, возможно, как-то свести к основным и главным моментам и обсуждать только какие-то сущностные части текста и то, что в первую очередь и главным является. Поэтому, если у вас есть какие-то предпочтения, идеи, пожалуйста, сообщайте о них или видение, то есть, как лучше организовать данный курс. И если у вас есть уже ясный, четкий ответ или предложение, или какой-то совет, предпочтение, как нам продолжить разбирать этот текст, пожалуйста, вот я написал свой имейл здесь, озвучьте ваши предложения, мы учтем, то есть, можно будет пересмотреть то, каким образом мы работаем, мы разбираем текст и каким образом я даю вам учения. Пожалуйста, все ваши предложения будут учтены и рассмотрены. Делитесь. И в следующий раз мы уже приступим непосредственно к первой главе. И надеюсь, все это будет в большей степени связано с сердцем и сутью. И это не конечно, это не комитет но если вы чувствуете, я думаю, мы снова встретимся на 25-й, в 20-й день, то может быть, в least 5-й раз читайте первый chapter. Просто читайте Я, конечно, вас не обяз... вы не обязаны это делать и я не заставляю, но так как мы следующий раз должны будем встретиться 25-го октября, то есть, через 20 дней, пожалуйста, прочитайте первую главу, пробегите хотя бы 5 раз. На любом из языков, которые вы предпочитаете, которые вам будет предпочтительнее. Спасибо. Оген и Н.К. Пункт, я готов к вам. Но я закончу сейчас. Спасибо. 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 you so much in this weird time that we live in, that you have interest, you know, to study something especially that is about bodhisheeta, you know. Maybe you live in a better world, but what I see in the news, it's always like very egoistic and territorial and racist, like here in Germany, for example, so bodhisheeta is so the opposite, so it's so good to nourish that. I don't know how you, maybe you live in a different world, but the world, which is usually on TV, where I live, he is filled with racism, egoism, ego-centric, ego-centric motivation, and all kinds of territorial areas of the earth, and here in Germany, there is a difference. And maybe as the end, actually, this is also what I put here, and Dimitro, without knowing it, maybe reminded me of it very well. Let's dedicate the marriage, because by Nagarjuna's prayer here, which is actually the essence of the whole bodhichayvatara. Bodhisheeta, the motivation, absolutely, of course, is absolutely, of course, absolutely, of course, to what I said. And let's now, let's finish, let's finish, let's say, this is a quote from Nagarjuna. Okay, may the supreme jewel bodhisheeta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more, for the sake of all beings. Thank you, everyone. Thank you, Olga and Lizia, and thank you, everybody, for your patience, and yeah, see you soon, if you like. So. Talk about. Do you친�rav low about what you would see? The only valuable buthichayvatara myth is there that it actually Daniel it could be. , when she did not, it unfolds. And it multiplies it it becomes. И пускай там, где наивысшая драгоценность Бодхичитты возникла, пусть она не уменьшится, но все больше и больше возрастает. Спасибо всем за ваше терпение, внимание, спасибо переводчикам Ольге и Лесе. До новых встреч! Чем больше Бодхичитты, тем лучше. Всего хорошего, всего доброго. Спасибо. Спасибо.